Добрый день, меня зовут Рубинштейн Даниэла Аскатовна. Мой супруг Рубинштейн Дмитрий Александрович незаконно осужден и находится в исправительной колонии за преступление хранения наркотических средств, которые он не совершал, а совершил его сводный брат студентов Александр Ливонович. В настоящее время я и наш ребенок Марк находимся без средств существования и я всеми способами пытаюсь добиться справедливости. Меня зовут Туркунов Анатолий Александрович, я являюсь адвокатом. В августе 2020 года ко мне обратилась Рубинштейн Даниэла и сообщила, что ее муж Рубинштейн Дмитрий Александрович незаконно осужден и в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии. Прибыв в исправительную колонию номер 33 Уфсин Саратовской области, в разговоре Рубинштейн Дмитрий Александрович рассказал мне свою историю, которая меня очень поразила. Данная история со слов Рубинштейна Дмитрия Александровича началась в марте 2020 года, когда ему позвонила его супруга и сообщила, что Дмитрия разыскивают сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции, которые ей сообщили, что в отношении Дмитрия имеется обвинительный приговор, по которому он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении него имеется наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком. Сотрудники Уголовно-исполнительной системы сообщили Даниеле, что ее супруг якобы нарушил порядок отбывания условно осуждений и ему надлежит прибыть в Уголовно-исполнительную инспекцию Волжского района города Саратова. Дмитрий Рубинштейн в тот момент находился в Подмосковье, где работал установщиком пластиковых окон. Со слов Дмитрия, никаких преступлений он не совершал, не был фигурантом уголовных дел, никогда в суде не был, в судебных процессах не участвовал, наркотиков не употреблял и их не хранил. После полученной информации Дмитрий позвонил сотруднику Уголовно-исполнительной инспекции и сообщил ему, что первым же рейсом он прибудет в город Саратов и придет в Уголовно-исполнительную инспекцию, чтобы выяснить данную ситуацию. На следующий день Рубинштейн Дмитрий вместе со своей супругой Даниэлой прибыл в Уголовно-исполнительную инспекцию Волжского района города Саратова, где сотрудник Уголовно-исполнительной инспекции предъявил ему на обозрение обвинительный приговор в отношении Рубинштейна Дмитрия Александровича, по которому Дмитрий был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса. Данный приговор был постановлен судьей Колумбековой. Рубинштейну Дмитрию Александровичу было назначено наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком 4 года. Рубинштейн Дмитрий сообщил сотруднику Уголовно-исполнительной инспекции, что подпись в ознакомлении с данным приговором ему не принадлежит, он не участвовал в судебном процессе, в отношении него не возбуждались никакие уголовные дела и он не задерживался сотрудниками полиции за совершение данного преступления. На заявление Рубинштейна Дмитрия сотрудник Уголовно-исполнительной инспекции ответил, что в его компетенцию не входит установление причастности Дмитрия к совершению данного преступления. У него есть решение суда и он обязан его исполнить. После чего Дмитрий был доставлен в следственный изолятор номер 1 города Саратова, а в дальнейшем этапирован в исправительную колонию 33 УФСИН по Саратовской области для дальнейшего отбывания наказания. Со слов Рубинштейна Дмитрия Александровича он был, мягко говоря, шокирован в сложившейся ситуации. После окончания первого класса в связи с тяжелой болезнью своей матери, а в дальнейшем ее смерти, он какое-то время воспитывался в детском доме города Саратова. В третьем классе он был усыновлен Ильясовой Татьяной Викторовной, у которой есть сын студентов Александр Ливонович, 1993 года рождения. Дмитрию было известно, что его сводный брат студентов Александр Ливонович употреблял наркотические средства и был неоднократно судим за хранение наркотических средств. Дмитрий, прибыв в исправительную колонию номер 33 УФСИН Саратовской области, начал вспоминать некоторые моменты, которые с ним происходили в июне-июле 2019 года. Дмитрий вспомнил, что в этот период его приемная мать Ильясова Татьяна Викторовна ему сообщила, что у нее есть знакомый юрист, который может оформить квартиру, положенную Дмитрию как лицу, имеющему статус сироты. Но для этого Дмитрию надо передать оригиналы документов, паспорта, свидетельство о рождении военного билета, свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении ребенка ей для передачи данных документов юристу, что Дмитрий, в общем-то, и сделал. Дмитрий сопоставил это с датами введения предварительного следствия и суда и понял, что на всех стадиях судебного разбирательства, а также на предварительном следствии, его брат использовал оригиналы документов на его имя, а должностные лица следствия и в дальнейшем суд должным образом не установили личность обвиняемого, а в дальнейшем подсудимого. Рубинштейн Дмитрий Александрович по настоящему факту написал заявление в прокуратуру Ленинского района города Саратова, в следственный отдел Следственного комитета по Ленинскому району, но в настоящее время по странному стечению обстоятельств данный материал находится на проверке у следователя отдела полиции номер 4 УМВД по городу Саратову, что является прямым нарушением уголовно-процессуального законодательства, так как следователь полиции не может проводить проверку и расследовать уголовные дела в отношении лиц, имеющих статус специального субъекта, коими являются сотрудники прокуратуры и тем более судья. В ходе вышеуказанной проверки студентовым Александром Ливоновичем и его матерью Ильясовой Татьяной Викторовной даны признательные показания об использовании на предварительном и судебном следствии документов на имя Рубинштейна Дмитрия Александровича, но по какой-то причине органы прокуратуры в настоящее время не предпринимают мер по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности и по отмене незаконного приговора в отношении Рубинштейна Дмитрия Александровича. В ходе оказания адвокатской помощи мной были изучены три уголовных дела, два из которых в настоящее время находятся в архиве Волжского районного суда в отношении студентов Александра Ливоновича и уголовное дело в отношении Рубинштейна Дмитрия Александровича, находящееся в архиве Ленинского районного суда. Мною было установлено, что на самом деле студентов Александр Ливонович был приговорен Волжским районным судом в последний раз в мае 2019 года и ему назначено наказание один год условно с испытательным сроком два года. При изучении всех трех уголовных дел видно невооруженным глазом, что все процессуальные документы, заполненные рукой лиц, обвиняемых по этим уголовным делам, имеют один и тот же почерк, а именно почерк студентов Александра Ливоновича. Таким образом, имеются достаточные основания полагать, что обвинительный приговор в отношении Рубинштейна Дмитрия Александровича должен быть отменен ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Уголовное дело в отношении Рубинштейна Дмитрия Александровича расследовалось и в дальнейшем было направлено в суд следователем отдела полиции номер 4 УМВД по городу Саратову Розаевым. Поддерживали обвинения в суде помощник прокурора Ленинского района города Саратова Прохоров, а также старший помощник прокурора Ленинского района Доренская. Постановила приговор судья Колумбекова. Ввиду изложенных обстоятельств и наличия волокита, допускаемой прокуратурой Ленинского района, а также поручения производства проведения настоящей проверки следователю полиции, я хотел бы обратиться с просьбой провести проверку настоящих доводов в рамках статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса дать правовую оценку действиям следователя, действиям сотрудников прокуратуры, действиям судьи, принять по изложенным обстоятельствам законное процессуальное решение. Субтитры создавал DimaTorzok